Здравствуйте! В эфире обзор прессы. Мы расскажем о самых важных публикациях прошедшей недели. О двух моногородах и их будущем рассказывает газета «Советская Чувашия». Канаж и «АллатРь» на Медне отметили день своего основания. Глава республики Михаил Игнатьев, поздравляя жителей «АллатРи», отметил, что в городе предприниматели открывают новые производства и создают рабочие места. Активно развивается паломничество и туризм. В качестве моногорода «АллатРь» получает поддержку и на уровне России. Сотни миллионов рублей уже привлечены на улучшение качества жизни. Что касается Канаша, он выдержал жесткий экзамен правительства России и получил таки статус моногорода. Это будет способствовать развитию населенного пункта. Здесь будут строиться индустриальные парки. Более 5 миллиардов рублей будет вложено в новые производства и создание более тысячи высокотехнологичных рабочих мест с достойным уровнем заработной платы, подчеркнул глава региона. И добавил, что сегодня стоит задача совместными усилиями сделать и Канаш, и «АллатРь» более благоустроенными и комфортными для жизни. Для водителей общественного транспорта начали действовать штрафы за остановку в неположенном месте. Об этом напоминает Новочебоксарское здание «Грани». С 15 июля водитель автобуса, троллейбуса либо маршрутки может высаживать и забирать пассажиров только в специально отведенных местах на остановках общественного транспорта. Несоблюдение этого правила карается штрафом в 3 тысячи рублей. Повторное нарушение в течение года увеличивает штраф до 5 тысяч. Об этих изменениях, по данным газеты, ГИБДД в Новочебоксарске оповестило перевозчиков еще в начале июля. Таким образом, по городу ликвидированы стихийные остановки. В 2016 году планируется установить остановочные павильоны на существующих остановках. Так, например, в ближайшее время один из них появится по улице Южная. В 2017 году планируется обустройство новых остановок по улицам Парковая, Набережная и Советская, сообщает газета. Чувашские изобретатели придумали портативную зарядку для мобильных устройств, использовать которую предлагают в общественных местах, на стадионах, в аэропортах, парках. МК в Чуваше описывает принцип действия устройства. Передача энергии происходит через индивидуальное беспроводное зарядное устройство. Процесс зарядки начинается сразу после прикосновения мобильного устройства к поверхности стола на обозначенном месте. Это первая в России зарядная станция публичного доступа, выполненная по беспроводной технологии. Проект называется Synergy и разработан специально для Чемпионата мира по футболу 2018 года. На крупнейшей профильной международной выставке в Екатеринбурге разработка привлекла повышенное внимание посетителей. Что ж, будем ждать, когда подобные устройства появятся повсеместно. В столице Чувашии скоро откроются традиционные сельскохозяйственные ярмарки, обещает газета «Чебоксарские новости». Соответствующее постановление подписано в городской администрации. Торговля в рамках месячника «Дары осени-2016» развернется на четырех основных площадках города. Места сельхозтоваропроизводителям предоставляются бесплатно. Ветеранам, пенсионерам, инвалидным и многодетным семьям будет организована бесплатная доставка овощей до дома. Месячник стартует 20 августа и продлится до 16 октября. Аргументы и факты в Чувашии рассказывают о новом памятнике телевизору, который появился в Чебоксарах. Его установили возле телецентра на улице Николаева. Арт-объект сразу привлек внимание горожан. С ним стали фотографироваться, и теперь инсталляцию можно увидеть во всех социальных сетях. Издание сообщает, что памятник представляет собой квадрат, каждая сторона которого состоит из нескольких десятков телевизоров разных размеров и годов выпуска. Всего для создания инсталляции было использовано 67 телевизоров. Добавлю, технику приносили сами горожане. Акция приурочена к тройному юбилею ГТРК Чувашия. В этом году службе радиовещания компании исполняется 90 лет, телевидению 55 лет, городскому каналу 20 лет. На сегодня это все. Обзор пресса следит за развитием событий. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова